Щекочет жопу струей воды идиотизм, не точно не коррупция. Я осел. Можно сделать смешным ощущение человека похороненного заживо, потому что он мудак. Привет, сборная Бразилии по футболу может выставить 3-4 конкурентоспособных состава, состязаясь с лучшими командами мира. Французы могут выставить с десяток моднейших кутюрье, итальянцы могут всех выделать на чемпионате мира по кульнарии. Мы славимся жадными идиотами. И вообще, конечно, у нас блестящее руководство страны и правительство Госдумы, особенно правоохранительные органы. У нас самый мощный состав жадных идиотов от кино. Или, как сказать, киноидиотов. Меня зовут Андрей Цветков и я посмотрел блистательную, если не сказать больше, комедию «Конец славы». Итак, дело происходит в Москве. Живет в ней Слава Агеев, он звезда. Слава – это остроумная игра слов, которую довольные собой авторы вынесли в название. Испортила Славу. Идет он себя мерзко и поведение его приводит к банкротству. Славу судят, вытрясывают из него деньги, его никто не любит и в конце концов перестают снимать. Слава беднеет и переселяется в обычную квартиру и даже ездоширак. Чувствуете мощь художественного приема? И чтобы выйти из этого бедственного положения и прекратить ездоширак, Слава со своим агентом Антоном регистрируется в ВК. А, нет. Решают похоронить Славу. Ты как, Коми, вообще это? Похоронить, чтобы на завтра воскреснуть и снова стать всем нужным. Агеев, жив. Честно говоря, посмотрев трейлер, в котором мужик лежит в гробу и понятно, что ему никто не может помочь, И постер, на котором написано, что это комедия, я пришел в легкое замешательство. А, это же не скрэнди. Репутация режиссера Мариуса Вайсберга, автора великолепных по рейтингу тошнотворности комедии «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут», «Наполеон против Ржевского» Не позволяла мне идти на этот чудо кинофильм. Но трейлер, трейлер, в сочетании с постером интриговал. Как, думал я, как можно сделать смешным ощущение человека, похороненного заживо? Кто меня откопает? Что ж, я посмотрел фильм и осознаю, я осен. Сделать этого нельзя, справедливости ради никто не пытался. Просто это такая кометь. У Крыжовникова со смехом сжигали невесту, тут вот хоронят заживо. Что ж, не так я понимаю слово комедия. Конец славы кино в некотором смысле выдающийся. Ты понимаешь сразу многое при просмотре одного единственного фильма. Ты понимаешь, насколько тупые люди производят российское кино. Но не подозревать же их всех в коррупции. Для этого нет абсолютно никаких оснований. Судите сами. Режиссер, у которого рейтинг выше 6,5 не поднимается в принципе, а есть картины с рейтингом 3 и ниже. Ты ж мое счастье. Со стыдливо спрятанным бюджетом почти на всех фильмах. А сборы разделены на сборы в стране и в мире. Больше чем уверен, что это одно и то же. Регулярно получающий крупнобюджетные постановки. Бюджет конца славы 200 миллионов. Что может заставлять продюсеров раз за разом выдавать огромные деньги этому режиссеру? Идиотизм. Но точно не коррупция. Или вот возьмем актерам. Что заставляет Павла Деревянко блестяще, без преувеличения отыгравшего свою роль, раз за разом ввязываться в фильмы Мариуса? Полагаю, жадность. Или идиотизм. Прямо бинго! Нельзя же в конце концов не понимать в фильмах какого качества ты снимаешься. Прекрасные артисты. Лагашкин, Цапник, Урсуляк. Снова, кстати, династия, обожаю их. Климова, Ильин. Или они все глупы до последней возможности, либо жадны до нее же. Хотя, возможно, они глупы и жадны одновременно. Да, про фильм-то почти ничего не сказал. Фильм плохой. Главное его достижение – это замедление времени. Фильм длится всего полтора часа, но иногда складывается ощущение, что он идет четвертый день. И уже охота поделать что-нибудь интересное. Сценарий? Давайте про сценарий. Слава, герой фильма, идиот. Да, это я. Потому что всем пытается дозвониться, а надо всего лишь в своем аккаунте, того же, кстати, ВК, разместить обращение. И через 20 минут Славу бы выкопали. Но что сценаристы знают о современном мире, о современных медиа, в которых информация распространяется со скоростью свет? План у Славы, что его после воскрешения станут снимать. А почему? Авторы этого тоже не поясняют. Ведь снимать его перестают не потому, что его никто не помнит, а потому что он мудак. И с ним никто не хочет иметь дело. Эти две сценарные дыры способны утопить любой сценарий. Но в нашей некоррупционной системе работают люди, не понимающие простых вещей. Или понимающие, но специально тратящие деньги на такое. Не диверсанты, лядь. В общем, я запутался. Черкните в комментариях, что видите в этом вы. Художественные приемы? Не сейчас. Штампованный, перештампованный образ звезды. Нагло сворованный прием из фильма «Игра Дэвида Финчера» и попытка сделать из этого комедию. Ну что тут сказать? Давай меня хоронить. Что касается главных мыслей, то их тут тоже нет. Это удивительное качество режиссера Вайсберга. Он просто не умеет говорить мыслями. Слова есть, но в мысли они не складываются. Сознательно это происходит или бессознательно сказать сложно. Но факт остается фактом. Интересное отношение режиссера к так называемому авторскому кино. Не способный понять язык другого автора, режиссер как бы отвергает саму мысль, что в этом языке есть какой-то смысл. Это как если бы я, не зная китайского, презирал книги на непонятном языке. Иероглифы? Пфф, серьезно? Надо писать по-русски. Конечно, 10-минутный проезд в трамвае в неком абстрактном авторском фильме это плохо. А вот сцена из прабабушки легкого поведения, где веерой рев и щекочет жопу струей воды, это хорошо. Это прекрасно. Тут как бы самое время сказать, что о вкусах не спорят. Хотя как раз только о них и спорят. Давайте я для полноты картины буду выискивать хорошее в самых плохих фильмах. В плохих, на мой взгляд, как вы помните. Ну, чтобы не просто ругать, а вести, так сказать, конструктивную беседу. Самое главное достоинство этого фильма, конечно, главный герой в исполнении Павла Деревянко. Абсолютный алмаз. Актер какого-то невероятного спектра, но, к сожалению, и сам не очень умен, судя по тому, что он снимается в таком и попадает в руки. Это я уже говорил. Очень забавная реприза в исполнении артиста Лагашкина. Про нас, больших артистов. В целом, все. Больше ничего хорошего в фильме нет. Ну, может быть, операторская работа, но, честно говоря, оценивать ее в этом фильме невозможно. Это как бы художник нарисовал очень плохую картину, очень качественными красками. Хвалить его за это? Надо ли смотреть такое? Конечно, нет. Пустое, скучное, бездарное кино. Это если вы зритель, а если вы исследователь, как я, то обязательно. Все, я закончил. Не забудьте подписаться, нажать колокольчик, поставить лайк, чтобы... Ну, вы сами знаете зачем. Если хотите меня поддержать финансово, или, как говорят в народе, дать денег, Бусти, Донаталь, Рцкарта, ну и подписывайтесь на телегу, там я иногда всех ругаю, потому что я мелкий, злобный и завистливый тип с большим и добрым сердцем. Пока.